Хей, йоу гэй, с вами Шимки и сегодня мы поиграем в игру под названием The Messengers. На западном краю павшего мира находится горная деревушка. Населённые последними выжившими представителями человеческой расы, которые предпочли изгнание смерти. Они, не покидая своего укрытия, тренировались и днём, и ночью. Их наследие отмечено проклятием, и единственный их вариант в легенде говорится об армии демонов, готовящейся нанести новый удар. Так, страстно желающий смерти всему живому. К счастью, мне говорится о герое, что принимается со стороны Западного океана и приносит защиту и знания. В день, который начинается, так же, как и сотни другие, герой Запада является к молодому ниндзе. Первый велик велит ему посадиться в опасное путешествие по бесплодному миру и доставить к месту назначения свиток, который в том, что создаёт нам. Игра The Messengers. Та-дам-дам-дам-так, окей. Я не знаю, давайте потише, да, сделаем. Вот включена ли вертикальная синхронизация, вот мне интересно. Давайте сделаем так, я закончу на этом. Посмотрю вертикалку и продолжим. Тогда всё работает, короче, погнали. Играть. Я поиграл немного, посмотрел, что из себя хотя бы она представляет. Поэтому этому удаляем. Да. И погнали. Выиграем. Конечно, вот это 8-битные звуки, вот это будет жёстко. А, тихо, стоять. Так. Окей. Да. Да-да-да. Потише, сделай муском. Вот и ещё один день прошёл. Прошёл. А так называется, герой с запада так и не объявился. Так, ну в принципе, я не... Блин, мне музыка громко орёт. Давайте, как было на 14, так и спускай остаётся. Раньше на тренировках царилась веселье, а теперь мы только и делаем, что... То зубрим скучные пророчества. Армия демонов. То магический свиток, то это. За много веков так и ничего не произошло. Так может... А, так почему же мы до сих пор спрячемся? Чтобы покинуть это место и отправиться исследовать мир. Все сюда. Начинается... Урок истории. О, здорово. Очередная лекция. Наверное, на этот раз лучше всё... Тоже сходить. Так, ну у нас, короче, с вами... Двойного прыжка нету. Он сам у нас автоматически делает сальтуху, да? Мы только высоту берём. Драться мышкой. Такой платформе. Не, разрыв экрана есть. Странно. Хотя у меня этот выключен. Не тяните, не тяните. Я немного провалил. Самое время испытать новую дорожку. Продемонстрировать ротин на свой... Так, облачный шаг. Прыжок, удар, прыжок. Замечу, что у нас прыжок работал только тогда, когда мы утарим. Как бы это ни было рано. Ого, вы только посмотрите, кто решил пощадить над своим присутствием. Ну что? Прошли всё, что требовалось? А ты всё бунтуешь. А в чём смысл всего этого? Мы ничего не делаем, просто загнивываем в этом укрытие. Вижу, тебе не удалось постичь всю важность мудрости наших предков. Ну, уверен, тебе гораздо так. Ну, верен... Ну, веряю, тебе угроза нападёт на нас армии демонов. Более чем реально. И если они... Мне немного шрифт в глаза даёт. Они вернулись. Но это... Так. Но всё это неправильно. Герой из Запада должен был спасти нас. Берегитесь! А, минус все наши, да? Не уходи! Ты... Тебе ещё нужно подготовиться. А, как мне... А, ну я, в принципе, знаю, что мне нужно делать. Давайте, допустим, я вернусь обратно. Попробуем. А, тут не вернуться. Ладно. Поэтому погнали вперёд. Да, босик. Зажгите этих всех. Пусть эти людишки прокля... Эээ... Преклонят колени. Не торопись, великан. О, а это ещё кто? И это всё, что они смогли выпустить против нас? Жалкий человечишка. Приготовься к смерти. Нет, смотрите, он выглядит, в принципе, здоровым. Типа... Ну, блин, только тех рога. Одного, один рог, два рога, три рога и... Вообще, не король. И у него очень яркие глаза. Это звук! Это невозможно! Это, походу, герой с Запада. Похоже, сегодня удача на твоей стороне. Парматозель. Да, мой король. Присмотри за этим червяком. Конечно, мой король. Мой благодарию судьбу, ниндзя. Мои приспешники с лёгкостью справятся с тобой в осенних холмах. А ты... Это правда? Ты... Герой с Запада? Что-то вроде того. По правде говоря, мне следовало пройти намного раньше. Похоже, толковый тебе здесь никогда и нет. Так что у меня для тебя будут... Будет крайне важное поручение. Возьми этот свиток и принеси его через весь остров. Твоя задача добыть... Добраться до ледяной вершины. Тебе будут ждать три мудреца. Но кто ты? И почему это свиток так важен? Ответы на это ты найдёшь по пути. А сейчас отправляйся к деревенским воротам. Ночь укроет и защитит тебя на твоём пути к осенним холмам. Удачи тебе, гонец. Блин, я не знаю, может мне подальше отъехать? Ты получил свиток. Просто они очень широкие и в глаза очень белый цвет яркий отдаёт. Так. И брали... Тебя избрали на роль гонца и поручили принести свиток через твой проклятый мир. А ну. А что вам скажет этот... Старец. Значит. Избрали тебя. Удачи тебе, гонец. Мда. Не... Не удачи. Ну, ладно, удачи он мне пожелал. Хотя бы что-то. Короче, у нас в левом верхнем углу показываются наши хп. Один удар по нам, это минус хп. Да, здесь есть скилки. А осенние холмы. Но здесь есть и минусы. Когда мы допустим... Ну, сейчас ладно, я покажу. На примере. Так, сохранение. Давайте первого врага. Где он тут? Вот это у нас аналог... Я сначала думал душ, да? Ну, вот, допустим. Убили. Уходим, да? Где он должен появляться. И приходим. То есть... Дальше можно вот... Далеко не уходить. И вот. Так, иди он. Вот. Все. И он постоянно выйдет, и пацанам, по идее, душа с него падает. Ай. Ну, в принципе, руля такая, платформер. Демоны. У нас здесь есть прокачка с вами. Платформер, знаете... Ну, прикольный, типа, RPG-платформер, считай. Нормально сделанная, без каких-то там проблем игра играется. Воротом. Так, мы попали с вами в какое-то непонятное место. Какое-то другое, типа, измерение. Осминог огромный, либо типа того. Птица. Ну ладно. А, гонец. Не ожидал увидеть тебя так скоро. Что это за место? Это лавка. Что-то не похоже на лавку. А я похож на лавочника? В любом случае, я загадочный тип, которому предстоит наставлять и поддерживать тебя в твоем эпической миссии по спасению мира. Твоя задача отнести свиток на вершину далекой горы, где тебя будут ждать три мудреца из моего ордена. Твоего ордена. Притормози. Для одного диалогов... Для одного диалогового окна там было слишком много текста. А, типа, ломает, знаете, вот эту стену, так сказать. Четвертую стену. Слушай, ты просто иди на восток. Да, не забывай собирать все эти сокровища... Осколки времени, которые валяются на каждом шагу. С ними я смогу улучшить твои способности и артефакты. Осколки, о которых он говорит, времени, это вот у нас 4080 сейчас. Первое улучшение за счет заведения. Наслаждайся. Ты получил ручной... Крючья. Ручные крючья. Это чтобы лазить. Чтобы зацепиться за стены, прижимайтесь к ним, пока находитесь здесь в воздухе. Тебе что-то не будет нужно? Если брать из улучшения, смотрите, у нас здесь идет прокачка. Я могу вкачать либо пластины... Пластины... Карута, да? Ну, типа, плюс 1 хп-шка зеленая. Ну, я так уже, что я говорю, поиграл, да? Я могу, посмотрел, что здесь есть. Смотрите, у нас есть пластины Карута. Так, плюс... 1 зэ. То есть, 1 хитпоинт. Это скрыто от посторонних глаз на руку. Рукавники, повышающие твою стойкость. Потом, удачливые тела. Замечу, что растет вся цена и нельзя повторно прокачивать эти способности только один раз. Время от времени из-за врагов будут выпадать сферы, восстанавливающие 1 хп. Трапа стойкости. Усиливать защиту, входящие урона в объеме 2 или более ОЗ, сокращается на 1 ОЗ. В принципе, полезная на самом деле вещь. И хил тоже полезный. Так, куртка-кусарин. Плюс 1 ОЗ. Скрытый от посторонних глаз на грудник, повышает твою стойкость. Медитация. Отныне контрольные точки будут восстанавливать до 5 ОЗ и восстанавливать запас заряда ЦИ. Так, подготовленный разум. Заряды ЦИ плюс 1 Сюрикен пронзает 1 НУЦель. Так, здоровое питание и сон дает энергию, которая приготовит тебя в бою. Приходится. Удачливые умы. Время от времени из врагов будут выпадать сферы, восстанавливающие 1 Заряд ЦИ. Сюрикен энергии. Дальняя атака. Коснитесь заряда и... Твоего разума, чтобы бросить Сюрикен энергии. Нажмите Ш. Самое, что нам нужно, это прокачиваться вот под вот этой вот линии. Допустим, я не знаю, что вот это. Воин высшего пилотажа. Так, продвигайтесь в свои приключения дальше, чтобы разблокировать. То есть это мы не скоро увидим. Так, повелитель течений. Водопадный рывок. Нажмите контр во время перемещения в плавь, чтобы устремиться вперед. Не очень такой нужен на самом деле предмет, хотя... Если будут битвы в воде, если они вообще будут, может и приходятся. Второе дыхание. Если тебя отбросили, нажми и так продвел, чтобы... Осуществить восстановительный прыжок. И вот это нам нужно. Удар ниндзя. Атака на вражеские снаряды. Усиливает твои атаки, позволяет тебе уничтожить вражеские снаряды. Ты можешь даже опираться на них во время облачного шага. Это самое полезное, потому что... Там, допустим, тут же огнедышащие, да? Мы можем любые атаки на фражеские, летательные, которые происходят, отбивать. Ну, как сказать, все. Некоторые. Поэтому скачиваем это. Так как оно у нас самое сейчас полезное. Долг дьявола. Продвигайтесь. А, то есть я сейчас не могу. Ну, я только в основном до сюда вот доходил. До этой... Так. Я эту локацию проходил полностью, этот уровень. Сразился с боссом и все такое. Тебе что-нибудь еще нужно? Да, чат. Так. Так, о чем ты можешь поболтать? Ручные круче. Значит, ручные круче? О, да. Прижимай к стене, чтобы как следует уцепиться. И карабкайся себе на здоровье. Логично. Судя по всему, мне это вполне по силам. Да, именно поэтому Джон Гейден и изобрел их много десятков лет назад. Что за Джон Гейден? Неважно. Мне просто надо было упомянуть его в знак уважения. Скорее всего, это один из разработчиков. Потому что, ну, если они ломают, как бы, стены, да, параллельные. Ну, наши, сказать, типа, обращайтесь именно к игроку. Не понимаю. А кто... А кто-то может и поймет. Ну, типа я. Окей. Так, о чем ты хочешь побутать? Что такое... Что это за место? Ну, а если серьезно, где мы? Что, любопытно стало? Со временем ты начнешь понимать, что правильный вопрос. Нигде, а когда? И все. Слушай, я не знаю. Для тебя все пока что в новинку, но довольно-таки наивные с твоей стороны. Настолько раннем этапе приключения рассчитывать на что-то помимо зашифрованной информации. Может быть, тебе лучше вернуться к своей миссии, купи улучшения, здоровье или что-то вроде того. И ступай. Оу. Уж это современная молодежь. Так, о чем ты хотел поболтать? Есть что-то рассказать? Может тебе есть что-то рассказать? Ну, конечно. Вот тебе одна история. Жил-был на свете слуга, который не умел читать. В один прекрасный день его госпожа попросила его что-то прочесть. А он ответил. Простите, госпожа, я не умею. Я не умею. И за такой ответ его тут же уволили. И пошел он бродить по улицам и в поисках чайного домика, где он мог бы расслабиться и выкнуться с дурными новостями. Так и не найдя ничего подобного, он предположил, что о чайном домике в городе мечтает не только он. И открыл свой собственный. Чайный домик позволил большим спросом. Молодой человек построил еще большие таких домиков и разбогател. Как-то раз бухгалтер попросил его просмотреть какой-то документ. Однако он ответил, что не умеет читать. Бухгалтер не поверил своим ушам. Он сказал, если вы стали миллионером, даже я не умею читать, только представьте себе, кем бы вы были, если бы умели. О, я точно знаю, кем я был бы. Ответил богач. Я был бы слугой. Конец. Что? Не понимаю, при чем тут мое приключение? Да так, ни при чем. Тебе ведь хотелось послушать историю? Это расширенная версия притчи на тему, если жизнь предподносит тебе лимоны? Ладно, раз уж это не слишком, то ты знаешь, в моей мудрости советы по поводу твоих дальнейших развлечений. Предлагаю тебе... Пустица в путь. Окей. Хорошо, у нас больше нечем. Тебе что-то еще нужно? Нет. Еще у нас есть загадочный шкаф, где он тоже ломает стену, и даже бывает ломать нам чатик. Пожалуйста, не трогай шкаф. Я не читал, я бы чисто все пропускал. Я ведь уже сказал, трогать шкаф запрещено. Поверь, к тому, что там внутри, жизнь тебя не подготовила. Значит, ты думаешь, что сможешь вот так взломиться в моей лаборатории и копаться в моих вещах, словно тут у тебя дома. Ты у себя дома. Скелетов там нет, честное слово. Эй, не трогай. Все равно там пусто. Не заставляй меня его запирать. Почему бы тебе не дать воле своей лабой значительности в мире за определенную моего дома, и, может быть, у... Даже, не знаю. Спасти человечество. Вот, видите, я, допустим, провел, нажимаю, все, работай. Если коснешься его еще раз, заставлю выслушать мою скучную историю от начала и до конца. Предупреждал тебя. Она скучная. Предупреждайте, она скучная. Долосовская. Я даже лишу тебя возможности пропускать все, что я говорю. Это последнее предупреждение. Если ты собираешься коснуться его снова, убедись, что у тебя достаточно времени. У нас еще 10 минут. Ну что ж. Некоторые люди сами запрашиваются. Не вред, что тебя не предупреждали. Знаешь, тут бывает... О, все, я не могу пропускать. Тут бывает довольно одиноко, так что у меня предостаточно времени на размышления. Вот видите, жму и не работает. И вот что не дает мне покоя. Так, это мысль о самом понятии счастья. Похоже, что его ищут все. Некоторые и притворяются, что нашли. Но никто не может толком объяснить, что это. Кажется, мне конец. Конец. Удалось докопаться до сути. Видишь ли, у всех есть какие-то цели. И мы думаем, вот, получу я то-то и то-то, и буду счастлив. Достигнув того-то и того-то, и на меня не зайдет вечная благодать. Кто-то ищет любви или признаний, а кто-то просто надеется, что разработчики их любимой крутой игры распишутся на коробке. Что же касается меня, сидя здесь на краю времени и принимая бесчисленные путников, я понял нечто очень важное. Цели не делают людей счастливыми. Они предполагают подсрочку счастья. Когда-нибудь и в будущем, по достижению цели, это может привести лишь к провалу, ведь в момент достижения цели ты будешь уже не с тем человеком, что решил достичь ее. Более того, твой разум будет нацелен на то, чтобы к чему-то стремиться вместо того, чтобы наслаждаться тем, что есть. А вот что выходит. Счастье это не цель, и состояние, это система. Ты оптимизируешь свой мир, тщательно подбираешь свое окружение, так, чтобы каждый день просто жить своей жизнью, тогда и откладываются радости на будущее. Не потребуется ведь. Твое настоящее будущее, так, твое настоящее будет оптимизировано. Не знаю, яркая эта мысль, вдохновленная или попросту раздражающая, но мне необходимо оптимизировать свою жизнь, в том числе заставить тебе прекратить трогать мой шкаф. Так что я очень надеюсь, что буду... Так, пробудил в тебе смертельную скуку. Ух, кто бы знал, что я сделал с предыдущим путником, оказавшись чрезмерно любопытным. Эй, я все слышал. Это, типа, смножик этот. Пожалуйста, не трогай шкаф. Если там просто у нас дальше повторяется. Да, все, можно отсюда уходить. В принципе, не так много времени заняло, где-то в каких-то две минуты, да, у нас? Все, можем идти. Не, рассинхрон есть. Допустим, вот снаряды, да, вот эти, которые вот падают. Их тоже можно ломать. Довольно прикольная игруха. Не знаю, тут некоторые стены тоже можно ломать. Блин, видите, вот почему он за черными этими? Вот эта баночка, это у нас хил. Она хилит у нас полное хп. Так, слизняки. Блин, нужно, короче, души собирать. Так, готово. Вот это у нас чекпоинты такие вот. Либо ворота. Ну, в основном, такие вещи. Ээээ. Замечу, музыка, да, вот? Нормально играет? Падаем в воду и все. Приглушается звук, как будто мы в настоящей воде. Вот прикольная сделана. Да, вот типа, игруля по механике такая, не скажи, что сложная. Но сделана хорошо. Так, отхилился. А вот эти вот синие души, я не понимаю, блин, нужно пробил быстрее нажимать, чтобы подниматься. Так. Короче, как я говорил, я первую локацию проходил, поэтому я знаю, куда тут идти. Ээээ, так я бы туда все равно бы не пролез. Понятненько. Да, воде я дараться могу. Спокойно. Так, напиток, вода. Нам нужно собирать все здесь. Ну, именно, все я имею в виду именно душе. Так, тебе что-нибудь нужно, да, улучшить? Так, что будет дыхание? Я не знаю, что на самом деле здесь тоже можно прокачать. Я бы второй дыхание прокачал. Но-но-но. ПХП тоже прикольно вкачать. Мы можем вкачать с вами. С вами, с вами, с вами. Да, давайте прыжок. Чат, больше ничего нет. Нет. Ну, мы побежали. Кстати, чисто неубиваемые какие-то светлячки. Я бы даже их назвал душами. Йокаи. Потерянные души, Йокаи. Пац. Да, через эти блоки можно бить. Ха-ха-ха, умер Амник. Тихо. Мне вот это вот интересно. Мне нельзя сломать. Так, здесь довольно нам нужно вверх. Так, готово. Блин. Нужно осколок собрать. Так, сохранились. Так, отлично. Тихо. Оп. ХП-шка, ну я пока что фулл ХП. Эту игру даже можно спидранить, мне кажется. Ой, тихо. она как раз подходит для такого. Мне кажется, она даже подходит для этого. Так, готово. Души. Ломаем стены. Здесь у нас есть такое вот место. Довольно легкая на самом деле ловушка. И вот такой вот у нас есть камешек. Печать какая-то. На самом деле я не разобрался, что это такое. Так, похоже, ты из этих, кто сворачивается с... прото... Ммм, блядь, я говорю, да. Так, похоже, ты из тех, кто сворачивается с прото... ренной тропы. Что это за большая зеленая штука? А, ты... А предмете, который ты разбил вместо того, чтобы подобрать? Это печать силы. В мире немного подобных печатей, но, по правде говоря, я не знаю наверняка для чего они. Могу сказать одно, находясь... Так, находить их все тебе совершенно не обязательно. Но если ты из тех, кто никогда не откажется от дополнительного вызова, то ты ищи под тайные комнаты. И кто знает, может быть, ты получишь доступ к сверх мощному улучшению. В общем, я у себя в лавке. Короче, здесь вот есть место, вот камешки внизу. Но я не знаю, как туда попасть. Но камни те точно ломаются, потому что я это вижу. Не знаю, как это провернуть. Так, у нас 30-ая уже минута, в принципе. Надеем, можно заканчивать. Но с другой стороны нет, потому что я хочу одну локацию ой-ой-ой-ой-ой. Одну локацию в серию делать хотя бы. Но это тоже зависит еще от локации. Ой-ой-ой, опять коснули. Так, ну килыч нужно найти где-то. Так, отхилились. тихо. Так, погнали. Что это за большой загадочный сундук? Он появился, когда ты разбил свою первую печать силы. Чтобы его открыть понадобится разбивать печати силы. Осталось всего 44. 45 пяти класс. Тебе что-нибудь нужно за улучшение. Так, здесь бы в принципе нам на все хватает. Чатик. Босс от того уровня. Похоже, эта локация уже практически пройдена. Я что, забыл упомянуть об огромном листином монстре? Охраняющий выход? Именно так. Ха-ха. Ну и лицо у тебя сейчас. С котелем приключений можно не беспокоиться. Лиственные монстры выходят только в полнолуние. Ой, а сейчас что, полнолуние? Да. О, это, я не хотел. В общем, удачи. Так, о чем-то хотел спросить. Каеф. Ка-да-с-видос. Да, у нас сейчас будет боссик. В принципе, босс несложных, он вообще несложный. Атака его атаки нельзя отбывать, ну именно как летающую атаку. Ну короче, снимать свою лицу и нужно его убить в этот момент. Ай. Все, минус. Чисто запуска в нем из тюрьки, но и он умирает. Там, наверное, урона, не знаю, под десятку, как мои три вот этих, даже пять, наверное, ударов вот этих мечом. Готово. Заброшенный храм. Следующая у нас локация. Как, ну пойдет, должно сохранить все. Да, сохранение. Давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Пока.